Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля, и вот наконец-то я зашла в теплицу номер 2. Чтобы вам не запутаться, я поясню. Первая теплица, там где я готовлю к высадке, это я ранний урожай туда высаживаю, а теплица номер 2, это там где я буду выращивать рассаду томатов, и в которую я высаживать томаты свои буду уже в начале июня, только после того, как эту рассаду я продам, тут на продажу. Но сейчас я зашла сюда, чтобы посеять семена томатов в открытый грунт, то есть не выращивая рассаду дома. Многие начинающие огородники интересуются этим методом, он очень удобен в тех случаях, если, например, нет дома условий выращивать, если кто-то опоздал, вот сейчас начало апреля, можно посеять такие томаты в теплицу, просто прям в открытый грунт, они здесь прекрасно вырастают, все, что я буду делать, я вам покажу, но вы обратите внимание, видите вот эту вот трава, это сырники и сидираты. Вот обилие вот этой зеленой травы обозначает, что здесь уже можно вполне проводить посевы, то есть тут такая температура, что трава прекрасно растет, значит нашим томатам, которые я посею, тоже будут такие условия подходящие для всходов. Все, я сейчас буду сеять и все вам покажу. Это прямой посев томатов в открытый грунт. Это может быть открытый грунт в теплице или может быть открытый грунт прямо в огороде, но в огороде чуть позже. Как я уже сказала, здесь очень много выросло и травы, и горчицу я осенью тут сеяла, она будет продолжать у меня расти. Видите, растительность пышная, это значит, что здесь условия вполне пригодные. И для начала, прежде всего, я буду готовить грунт. Но я вам сразу скажу, что я даже перекапывать здесь не буду, потому что здесь в прошлом году росли томаты, вся земля такая, как оккультурена, она сто раз уже перекопана, и она не очень твердая. Я просто разрыхлю ее и сделаю небольшой участочек. Сейчас я все пошагово сделаю, ну как, одну процедуру сделаю, сниму, еще потом одну процедуру сделаю, сниму и до конца все вам покажу. Это очень простой посев, но не сложнее, чем посеять редис. Также буду делать дорожки, раскладывать семена, поливать, закрывать землей, закрывать пленкой, все, и ждать всходов. Все, сейчас начну готовить грунт, дальше будете смотреть. Грунт я прорыхлила прям вот этой простой, у меня тут мягко. Естественно, что всю эту зелень, и сидират, и сорняк мне пришлось убрать. Я расчистила небольшой участок, и земля, она такая не очень сухая, влажноватая, можно до маркировки, до того, как бороздки сделать, я ее не поливаю, я просто помидорной палочкой, как обычно, как и для редиса, сделала вот такие бороздки. И вот теперь, когда бороздки готовы, я сейчас полью каждую бороздку, увлажню водой, и буду раскладывать семена. Еще хочу сказать несколько слов о выборе места. Видите, вот, теплица большая. Почему именно здесь я выбрала вот этот кусочек? Ну, всему есть, конечно, свое объяснение. У края не стало делать, потому что там еще холодно, у нас еще будут минусовые температуры, там они не замерзнут, семена, но они будут очень долго лежать и всходить, потому что для того, чтобы взойти, ну, им хотя бы 10-15 градусов надо, чтобы плюс был, потом, именно вот здесь у дорожки, потому что обогреватели висят в этом месте. И вот тут самое теплое место как раз идет вдоль дорожки. То есть, если мне, например, ну, здесь я же буду рассаду высаживать, если я высажу рассаду и одновременно будут вот здесь у меня эти всходить, то именно это место будет прогреваться в первую очередь и в дальнейшем. То есть, когда будут холодные ночи, этому участку будет, ну, какое-то тепло доставаться больше, чем тем крайним рядам. Но сразу скажу, что сейчас после посева и до всходов ничем греть никто их не будет. Они будут сходить в естественных условиях, то есть, только тем теплом, которое вот здесь нагреет солнце. Никакого обогрева, вы видите, что теплица пустая, ясно, что из-за такого маленького кусочка никто не будет ее отапливать. В холодной теплице оно вот, этот способ посева, он приравнен вот к такому посеву в открытом грунте, но только в открытом грунте делают это чуть попозже, например, в середине, в конце апреля или в начале мая. А так как я в теплице, я могу и в начале апреля это сделать. Сейчас смочу бороздки, потому что, чтобы ваше время не терять, пока я буду проливать, и когда буду раскладывать семена, я вам расскажу дальше о самом посеве, потому что несколькими способами можно посеять. После того, как я полила вот все эти дорожки из леечки, я общий полив не делаю, поливаю прям дорожки, поливаю так хорошо, смачно, чтобы семя легло во влажный грунт. После этого я делаю маркировку. Я заранее вот эти ножички подписала и поставила. Но перед тем, как вам рассказать про посев, я, как говорила, разные способы посева, я хочу несколько слов о самом вот этом способе выращивания. Я сейчас пока буду сеять очередной сорт, вот метелица, я вам расскажу, зачем люди так делают, вырастет ли действительно здесь томат. Да, многие так делают, я вот, если найду видео двухлетней давности, я вам выложу, томаты здесь получаются толстенные такие, ну хорошие, у них же много солнца, и они действительно догоняют. И еще одно преимущество, всходы, вот они только сейчас зайдут, они сразу адаптируются и к солнцу, вот к этим к лучам, к такому, к палящему, и к похолоданию. То есть, здесь томаты получаются сразу закаленные. Они вот, ну, с самого первого дня. Потом, тут никогда нет черной ножки. И эта рассада всегда здоровее, у нее зеленые листья, толстые стебли, она всегда здоровее, чем та, которую мы выращиваем на окне. Ну, все знают, что это естественно, там на окне у нас не такие условия, как им нужно, все это. Но что должны знать те, кто впервые будет это делать? Должны знать самое главное. Успех зависит от правильно подобранного сорта. Сорта нужно выбирать очень тщательно. И в основном, вот этим методом, выращивают только низкорослые, детерминатные или среднерослые. Но инденты сюда посеять, у меня, например, никогда не возникает мысли, потому что они просто-напросто и не успеют вырасти. Но начало апреля для индотерминатных, вот у нас в Сибирском регионе, это поздно. У нас в сентябре уже бывают заморозки. А вот эти сорта вырастут. Я сейчас назову, какие я. Вот видите, у меня разложено здесь. Сейчас покажу. Вот они, разложены все сорта. Я вам сейчас прям перечислю поименно, вот какие я высаживаю. Вот, начиная с первого. Розовая жемчужина, челнок, жиростойки, метелица, тройка, демидов, Настенька, госпожа удача, подснежник, полюс, ринет, алтайский сюрприз, клуша, буян, гном, еще вот не влезли, грядочку еще буду продлять, сибирская тройка, петруша и, конечно, все карлики, и балконная звезда, и пиноккио, все вот эти коротышки, они прекрасно здесь у вас вырастут. Это все те семена, которые можно сеять и под зиму. Вы, наверное, слышали выражение озимые томаты. Но озимые томаты, я не считаю, что это какой-то особый сорт или какой-то класс особый томатов, хотя некоторые позиционируют так и продают их по 100 рублей 10 штук. Но озимыми томатами могут быть любые вот из этих, потому что они толстоногие, они такие низкорослые. И если посеять их осенью вот здесь же в теплице, они также прекрасно и взойдут. Но осенью я этим не занимаюсь, потому что с семенами полностью поглощена. Высаживаю в тот год, когда я сею, например, такую рассаду, высаживаю рано, вот, например, в апреле. Они сейчас набухнут, они сейчас проклюнутся, и когда наступит благоприятный период, они сами взойдут. Ну, как я уже сказала, что полила, раскладываю. Ну, тут, может быть, два способа. Обычно это строчно вот так вот сеют все, я тоже так сею. Но раскладывать так же, как редиску, я тоже самое вам посоветую. Если у вас есть время, если у вас мало семян, можно разложить прям по одной штучке, через 2-3 сантиметра. Но здесь я бы посоветовала, так как это все-таки уличные условия, все-таки дать немножко больше семян на всхожесть, потому что здесь слабое семя может не взойти, тут все-таки холодно, и взойдут только самые сильные и здоровые семена. Но это и лучше, слабые они останутся в грунте. Ну, у меня, видите, у меня семян всегда много. Я вот по одной штучке никогда так не сею. Я вот так просто, просто россыпью сыплю. Мне потом легче продернуть. Если у вас есть в наличии семена, можно просто продернуть. Но когда семян много, вот как у меня, я про себя скажу, это тоже недостаток в том, что обычно не жалко сеешь много, и получается загущено, а когда всходят, они все такие хорошенькие, толстенькие, красивенькие. Их прореживать жалко. И вот думаю, пусть растут, пусть растут. И они начинают, конечно, загущаться, они теряют качество рассады. Лучше всего взять себя в руки и продернуть, чтобы расстояние было сантиметров 5 между ними. То есть вот в этом рядочке, например, тут всего должно быть 8-10 штук, для того, чтобы рассада была толстая и полноценная. А у меня накидано больше, то есть мне нужно будет потом продергать. Все. В основном все как обычно. Остальное все как обычно. Я вот эти вот рядочки, вот так прям руками, этими же хребтами, вот так прикрываю. Потом я вот так вот их притрамбовываю, чтобы они действительно там в эту почву влипли хорошо семена. Сейчас я потом покажу. Сейчас я, когда все посею, я эту грядочку полью, хорошо прям пролью и залью, ой, закрою пленкой полиэтиленовой. Они там будут выпариваться. И еще хотела сказать, вот мне в прошлом году прислали прям несколько семян на развод трапеза влюбленных. Вот этот, тот самый сорт, который позиционируется, азимый сорт, я читала про него в интернете, все, он считается редким. У него много названий трапеза влюбленных, потом обед с любовником, потом еще как-то. Ну, короче, этот сорт, он, ну, так редковатый. В магазине я его ни разу не видела. Мне вот одна девушка прислала, женщина. Я его размножила и хочу вместе с ними его посеять. Но он не относится вот к этим, к низкорослым, к таким, к толстоногим. Это совсем другой томат, но он позиционируется как азимый. То есть в этих условиях он тоже должен вырасти будет. Вот это у меня первый опыт высаживать в открытый грунт. Не толстоногие, не те вот, которые я привыкла, там, демидов, метелица, полюс, спиридон. Это будет совсем другой томат. И если хорошо получится, значит, можно будет и такие выращивать тоже в теплице открытым посевом в грунт. Ладно, сейчас досею, буду поливать. После того, как я все семена посеяла, я вот так притрамбовала немножко и в конце, в самом посеве, я поливаю сверху. Поливаю очень обильно, потому что до самых всходов полива больше не будет. Поливаю только один раз во время посева, но очень-очень обильно. Нам важно, чтобы семя лежало во влажном грунте, чтобы оно набухло, быстро проклюнулось. Все. И в конце всю свою эту грядочку маленькую я закрываю пленкой. Все. Вот как вы увидели с этого видео, с ролика, ничего сложного в прямом посеве томатов в грунт нет. По такой же схеме сеем и на улице. Просто на улице, если вы будете выращивать рассаду там, вот, например, у нас в Сибирском регионе, без дополнительного укрытия, как нужно потом сверху дуги делать, как только они всходят, или даже до всходов покрытия, сверху дуги с пленкой, потому что там все-таки холодно. А вот в теплице, в холодной, в необогреваемой, без всяких дуг, без всего, еще раз напомню, без обогрева, они здесь будут расти естественным способом. Именно за счет этого происходит закаливание. Они очень сильные такие. Это очень удобный способ, у кого нет на окне места. Кто, например, на окне опоздал, сейчас на окне, если посеять, они будут дольше выращиваться, чем вот здесь. В открытом грунте они почему-то быстрее. Сейчас будет жарко, они прям выскочат на третий, на четвертый день, и будут такие толстенькие, хорошенькие. Все, я вам показала, как посеяла. Извините, если там качество видео не очень. Вы видите, что я делаю все во время работы, как я говорю, как чукча, еду, лес пою. Вот сегодня делала посев, рассказала про посев. Сейчас буду там пикировать, переваливать, буду рассказывать про это. Конечно, все это не очень информативно, с точки зрения, что текст такой, заранее нет у меня редактора, заранее текста я не набираю, ничего не делаю. Но, кто интересуется этим, то это все понятно. Как вы видите, вот смотрите, еще раз заострю ваше внимание, что я никакой особой подготовки почвы не делаю. Видите, тут травинки. Я никаких удобрений не добавляю. Все здесь прекрасно растет и так. Простая земля, в которой, в теплице, в которой в прошлом году росли томаты. Но если, в крайнем случае, если у вас в прошлом году здесь была болезнь, то грунт можно предварительно обработать, как вы обычно делаете, весеннюю обработку теплицы. Но я ничего, ни семена не обрабатываю, ни грунт не обрабатываю. Если что, можно сверху, вот когда делаете полив, полить розовым раствором марганцовки. У меня это единственное средство, которым я пользуюсь во время выращивания рассады. И все. Вообще, в таких условиях, сейчас ведь еще нет никаких грибковых заболеваний, поэтому здесь и нет черной ножки, и нет чего-то другой, какой-то вот этой гадости, которая будет потом у нас, в течение лета. Попробуйте вырастить вот так прям посевом в грунт. Как только взойдут или будут расти, я вам все буду показывать. Кто делал это впервые, можете сравнивать с моими сходами. У кого-то взойдут раньше, у кого-то позже. Зависит от семян, зависит от региона, от условий. Но сеять можно рано, даже если у вас в огороде вокруг снег. Здесь совсем другой микроклимат. И пусть они полежат даже подольше, они все равно потом взойдут. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я сеяла томаты в холодную теплицу без отопления.